Всех приветствую на своем канале. Это будет вторая часть видео про мою коллекцию обезьянок. И в этот раз меня в кадре не будет, просто я решила, что наверное так будет удобнее показать всех животных. Да, кстати, если вам интересно, то я могу потом, просто у меня есть такая мысля, обозреть отдельные киндеры. Я их давно уже не коллекционирую, так они стоят над душой. Некоторых я бы с радостью кому-нибудь подарила, некоторые вроде как мне самой еще нравятся. Впадаю в детство. В общем, если вам все еще интересны обезьяны, то welcome to hell. Я тут сейчас вот так их немножко покажу. Ну и я решила, что те 4 магнитика, на самом деле там 3 магнитика, но один из них с двумя обезьянками. Да, там у меня еще всякое такое барахло. Леля все еще частично разбирается в этой самой квартире. И тут вазочка, ну если кому интересно, я потом просто сфоткаю эту вазочку. В общем, я решила, что они тоже будут считаться. Может, что нашла я тут какой-то магнитик, уже без магнитика. Когда-то он был магнитиком, там отвалилось сам гружочек. Ну и еще у меня есть 3, точнее 4 магнитика от Дины, подписчицы. Года 2 назад она мне посылку присылала. Дина Динча или как-то так, я точно, если честно, не помню, но она у меня вроде в подписках на странице, посвященной каналу, в ВКонтакте есть. В общем, сейчас, пожалуй, я попробую вам их обозреть, каким-нибудь образом. Начну, пожалуй, как раз с Дининой. Все, вот такой вот магнитик. По-моему, это из пластики, ну, которая та самая пластика, такая пластика, обезьянка. Такой магнитик. Потом вот такая тоже замечательная обезьянка. Тоже один, и я решила сначала, вот, как говорила, их показать. Ну и тут постепенно будет этот столик видеть. Вот у этой обезьянки был хвостик, но случилась конфузия еще, пока она ехала ко мне почтой России. И хвостик был уже отдельно. И, по-моему, хвостика я уже как-то не очень представляю, где он есть. Я просто решила, что пусть она... Ну, когда я ее увидела, я думала, что она так и есть, и долго не могла понять, что за палочка такая желтенькая. Оказалось, что это хвостик. Ну, в принципе, она так сама по себе прикольная. И без хвостика. И еще одна. Это тоже, соответственно, магнитик. Дальше у меня вот такие обезьянки есть три. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Это из Шунгита магнитик. Но мне кажется, что вот такой маленький, хиленький магнитик он не выдержит. Поэтому я так и не рискнула их вешать на холодильник. С моего первого приезда в Карелию, когда я еще ездила в Съярубултур, моя первая поездка была в Съярубултур, и первый приезд в Карелию в 2012 году. Я тогда на сувениры, надеюсь, вы сидите, истратила семь с половиной тысяч. Это сейчас я уже офигеваю. И точнее, не то, что офигеваю. Меня жаба душит там иногда что-то купить такое. А тогда что-то мне было все в диковинку. Я как-то вот истратила. В основном у меня что-то 2 или 3 тысячи ушло на Шунгит, только на один. В общем, вот. Этих, по-моему, я покупала вообще на марциальных водах, если сейчас не перепутала. Ну, как я поняла, меня один товарищ из Карелии смотрит. Если вдруг увидит видео, то может подправит. В общем, марциальные... Какие-то там воды в Карелии, которые обычно посещаются туристами. Тогда я Шунгита много привезла и родне, и себе там что-то такое. Да, обещала я записать видео про Шунгит. У меня Наталья из Германии просила когда-то. Ну, в общем, как-нибудь соберусь. И запишу. В общем, вот такие вот обезьянки. Я считаю, что это 3 обезьянки. Хоть они вместе и спрессованные. Вот еще обезьянка такая. Ну, честно, вот я не помню. Или мне ее дарила Анька, или мы с ней менялись. Ну, одна из Аних, с которыми я общалась в свое время. Такая вот. Первая моя, по-моему, обезьянка из стекла. Есть даже какая-то фотка на Яндекс.фотках у меня там. Ну, у меня ник везде практически классический. Айва Форевер, если там какой был ник, то Айва Форевер, по-моему, моя Аська, которой я вообще не пользуюсь. И Виртуал Киллер, это еще старый ник со старого общественного форма, который уже не живой, по-моему. Ну, хотя я не знаю, я там туда сто лет не заходила. Такой же, по-моему, у меня ник или Айвекир. Ну, что-то такое. Или через тире, или как-то так. Еще, по-моему, то ли на стихах, то ли на прозеру. В общем, старая такая обезьянка. Точнее, тех времен. На Яндекс.фотках она стоит там на баночке с чаем. Стеклянная такая, с розочкой. Сейчас я ее... Я думаю, что не надо, наверное, монтировать это видео, потому что тут, в принципе, я включаю уже сама. Вы меня не видите, как я жму на кнопочку. Ну, и выключаю примерно так же. Если, конечно, я впишусь в 29 минут разговора с своими обезьянами. Да, кстати, нам, может, ее было бы сказать вид сзади. Еще одна обезьянка. Вот ее я не помню, когда покупала. Тоже из стекла. Одно время я очень любила стеклянные фигурки. Даже пыталась их коллекционировать. Первая фигурка, которую я тогда купила, была мышка. Еще при маме. Она почему-то очень радовалась, если я что-то начинала коллекционировать. Не стоит она спиной к нам. Или я не могу ее поставить. Ну, в общем, вот такая обезьянка. Еще обезьянка. Вот эту обезьянку мне дарила подруга моей мамы. Мама моей подруги. Семейные такие, друзья, в общем. По-моему, там были еще какие-то конфетки. Она называлась гориллос или что-то в этом роде. Но тут с бананом. По-моему, ау, фигасе, у нее, оказывается, рука шевелится. А может, это просто я ее подругала. Ну, так она вроде не шевелится. А не. Немножко шевелится. Но я и не знала или не помнила. Такая классическая обезьянка, что они ножками могут взять бананчик, что ручками. Кстати, у меня сейчас на кухне пара бананчиков лежит. Вот здесь, по-моему, она была с какими-то конфетками. И там какой-то был или воздушный шарик, или что-то такое. Ну, в общем, вот эта фигня была приклеена. Видно, что уже ей 300 лет, и она отклеилась тут. Полосочка клея, видно. Вот так вот она была. Я не помню, что эта обезьянка делала. Но она как брелочек такой. Еще обезьянка. Кто-то дарил, несомненно. Может быть, еще маман дарила. Не помню. Ну, я думаю, вы там считаете. Я тоже посчитала, пока я их собирала. Но я забыла. Что-то 50 с чем-то вроде. По-моему, эту обезьянку я покупала в каком-то из своих путешествий. Еще ранее, с клубом искусств. Когда вместе с Анькой тусили, там и ездили. В упор не помню. Или Переславль-Зарезки, или что-то такое. В общем, в каком-то городе Ярославской области. Может быть, в Дмитриево. Хотя это не город Ярославской области. Ну, в смысле, город, но не Ярославской области. Так, вот эту обезьянку, если не путаю, мне кажется, прислала Юлька, когда она первый раз ездила в Турцию. Мне пока не удалось туда слетать. Хотя мы с Юлькой вроде как планировали вместе. Ну, и сейчас у меня приоритетом слегка другая страна. Вот это я покупала сама. У нас есть такой магазин. Художественный салон. Не знаю, как он сейчас называется. Но раньше, по-моему, так был. Он назывался. Может, и сейчас так называется. И там куча всего для туристов. Иногда что-то путное можно найти. Точнее, интересное именно для себя. И вот я несколько обезьянок там покупала в разное время. Это, по-моему, я обезьянку покупала, когда с Женькой мы начали дружить. Нас познакомили в 2009 году в Лито. С той Женькой, с которой я уже не общаюсь. Я вообще тут поняла, что у меня некоторые друзья, особенно те, которые как бы бывшие, с теми, с которыми я не общаюсь по той или иной причине. Или разные интересы. Или что-то еще такое. Ну, в общем, разошлись как пароходы. Если разошлись мирно, то еще хорошо. Если не очень. Ну, суть такая, что те, с кем я сейчас не общаюсь, они у меня как-то вчера вдруг... Я поняла, что они примерно все одного типа были. Вот такая обезьянка. У меня их внезапно две. Единственное, я не помню, откуда у меня вторая. Но это одни из первых обезьянок, которые были как раз в самом начале коллекции. Когда появился Жаконя, Чита, Джуди, и там еще кто-то... Эти обезьянки-прищепки. Вообще, у меня было несколько таких фигурок. Типа того, чертики такие, индейцы. Вот такого... Такие вот, такообразные, можно сказать. Но чертиков осталось очень мало. По-моему, там только один. Еще одна такая же. Да-да, я сейчас поставлю вместе, чтобы вы не думали, что это глюки. Вот они две. По-моему, у нас мальчик был. Насколько я помню, они... Можно было их повесить на цепочку или на веревочку, но тут уже колечко обломилось, и фиг вы что повесите. И зеленая мартышка. Очень зеленая. Вот это или мне кто-то подарил. Или что-то в этом роде. Но вот она как-то... Что-то вот так. Или это из киндера, или... Как-то, в общем, вот так оно. Вот тот самый магнитик, на котором отвалился то, за что магнитилось. Когда-то он был на холодильнике. Еще одна обезьянка. Одна из тех, которые я покупала как раз вот в этом художественном салоне. Вообще их похожих несколько. И одна нераскрашенная. Я еще думала, может, ее самой раскрасить, ну, это уже, типа, как мальчик, но что-то руки так и не дошли. Это к вопросу о том, есть ли у меня одинаковые обезьянки. Ну, не совсем одинаковые, но такие. Хотя, в принципе, я думаю, если бы их не раскрашивали, то так-то они вроде как одинаковые. Вот еще обезьянка. Тоже история умалчивает. То ли мне ее мама дарила, то ли еще кто-то дарил. То ли я ее сама покупала. Клин. Вот точно помнишь, что его звать Клин. Мама дарила или ее подружка. Ну, в общем, кто-то с тех времен, с детства такого. Хочется сказать, с обезьяньего детства. Вот эта обезьянка, на самом деле, это обезьянка, да, хоть она и похожа на непонятно кого. Эта шляпа тут открывает мозги. Мне ее дарила моя падрочка, женщина, с которой я начала играть в нашем любительском театре библиотечном. В общем, у нее отвалилась шляпа. И я решила клеем моментом приклеить, но получилось так, что у меня клей капнул не совсем туда, и он настолько был момент, что он мне буквально за считанные секунды присобачил эту шляпу. В результате было не отодрать, и я вот так ее оставила. Это, видимо, тоже, наверное, из какого-то киндера, но она когда узнала, что я обезьян коллекционирую, она мне ее презентовала. Вот обезьяна что-то лопает. Возможно, это какой-нибудь кокос. А может, еще что-то. Писающий мальчик. Набирается вода, не помню, каким образом. А, или так просто на голову нажимаете, воду субьете, а потом он, соответственно, ходит по своей малой нужде. Мне кажется, такие были у нас или у меня с сестрами, или у меня с какой-то из моих друзей, подружек, так сказать, из детства. Потому что, по-моему, такой какой-то ранний, или поздний уже Советский Союз, или, не знаю, 90-е годы, наверное, какие-нибудь. Пыталась прочитать. Уже, да, сделано в чине. Я не знаю, будет там видно, сфокусироваться, не сфокусироваться, но там просто вот, как бы, выгравировано, можно так сказать, на пластике. Вот эту стерочку, по-моему, мне тоже Падре дарила. На самом деле, она вот, цвет тут у меня лампочковый, и передается она слегка тусклее, наверное. Ну, такая оранжевая, потемнее немножко. Почему-то в этот раз камера вот ее не схватывает. Всех схватывает, вроде, более-менее именно тем цветом, а она у нас никак. Стерочка. Стерочка-обезьянка. Естественно, я ее в роли стерочки не пользовала, потому что она обезьянка все-таки. Хотя платочек с обезьянками я стабильно пользую по назначению. По-моему, эту я покупала сама, был у нас такой восточный магазинчик, я там покупала когда-то аромалампы себе, точнее, своей подружке тогдашней, и тете дарила ей вот всякие свечки, всякую такую хренотень, даже какой-то сундучок для чая, в котором, точнее, сейчас чай, по-моему, пуэр в нем. Я как раз там покупала вот... Вообще, он был, по-моему, в закутке рядом, в том же здании, где мира было, но, по-моему, этого восточного магазинчика уже сто лет как нет. Но долго он был. Эта обезьянка была оттуда. Еще одна. У нее тут колечко оборванное, у меня когда-то была мания, я таскала обезьянок на сумке, и вот такая вот обезьянка. Оборвалось оно, видимо, дома уже. И мне повезло, я не потеряла. Вот эту, честно, не помню, но, может быть, действительно тоже покупала в этом, у нас в Угличе, в художественном салоне. А может, в какой-то своей другой поездке. Вот еще. У нее был, по-моему, во рту, типа, как этот, леденец такой на палочке. Что-то там за ноги, что ли, ее дергаешь, или за... В общем, как-то там она должна шевелиться. А, вот. Такая вот коровообразная обезьяна. Не хочет она стоять. О, встала. Вот это я покупала на кижах. В свой второй приезд, потому что, в первых, на кижи я не попала, я шлялась по Петрозаводску. У нас был свободный день, можно было выбрать, что хотим. И с одной девочкой, там, Юлей, из Рыбинска, вообще не представляю, как у нее фамилия, примерно представляю, где она, возможно, могла работать. Но, как-то мы с ней больше ничем не обменялись, и никак, соответственно, не пересекались больше. Вообще, с кем я даже менялась, адресами и контактами, все равно не получала вместе ездить. В общем, ходила там по музеям первую полную дня, вторую полную дня просто шлялась по Петрозаводску, по их парку Яме. Вообще, шикарный парк Яма. Кучу кадров оставила. И вот, на следующий год на кижах я покупала парочку обезьянок. Вообще, там три обезьянки. Выглядят они типа как две. Вот кашель пришел. В чем такая обезьянка? Причем она три в одном, это у нее. И ничего не вижу, ничего не слышу, ничего вам не скажу. У меня, по-моему, такого типа три обезьянки. Можно сказать, четыре вместе с Юлькиной, но полноценных-то три. Потому что там, увидите, еще одна троица таких есть. Вот такая обезьянка. по-моему, мне ее дарила подруга моей мамы. По-моему, она тоже была на кольце, но вот кольца уже нет. Еще обезьянка из того самого мультика, где сколько-то там попугаев. 38 вроде попугаев, да? А вообще, я поняла, что у меня несколько мягких игрушек по типу этой обезьянки. В первой части, которые были. Так, вот как раз вот та вторая обезьянка. На самом деле, тут две обезьянки, тоже с кежей. Насколько помню, мне Ленка показала их. Потому что она как-то глазастее была, чем я. Насколько помню, там был как раз лоточек, где принимали карту. Ну, вообще, я помню, что в Карелии даже в Медвежьегорске принимали карту. В каком-то очень маленьком закуточке в магазинчике. И все же, наверное, мне придется чуть-чуть в монтаж уходить, потому что я сейчас помнила, что не принесла сюда парочку, троечку ювелирных мартышек. В общем, вот обезьянка. Кто-то, по-моему, мне ее дарил, может быть, родня. Не помню. Вообще, Таиланд написано. Или, может, привезли мне ее откуда-то. Ну, суть не важна, главное, что она у меня тут есть. Обезьянка-игрунка. Не помню, как ее звали. Но одно время я очень хотела обезьянку, и маману даже кто-то практически предложил ее завести, но что-то, в общем, мы не завели на обезьянку. На наше счастье или на наше несчастье, уж не знаю, как насчет этого смотреть. Но любила я еще игрунок. И вот вариант игрунки. Ну, если вы не в курсе, игрунка, по-моему, самая маленькая обезьянка. Существующая милия. Так. Вот не перепутать бы какую-то из подобных обезьянок. Одну мне дарила Анька, другую мне дарила Женька. По-моему, это дарила Женька на 8 марта, когда она еще работала в Доме Творчества. И, по-моему, когда-то у нее еще не было в приоритете бабло побеждает зло. По крайней мере, я думаю, что на тот момент она еще считала, что мы с ней подруги. И деньги не важные. Не важнее дружбы. В общем, у меня у меня такая обезьянка. Мне очень нравится. Так. Вот эту обезьянку мне тетя привезла из какой-то своей поездки. Они со школой периодически куда-то ездят там. Обезьянка с баблом. Полна сидит на монетках. Вся такая в кольцах, в сыпях. На всех ногах и руках. Точнее, на всех пальцах рук и ног. Еще обезьянка. О, я поняла. Не, ну вы знаете, мои ассоциации, совершенно это не похоже. Если вы смотрели Школьный переполох, аниме такое, я сейчас его как раз смотрю. Как говорит наш японец, занимаюсь святым делом. И вот я перед этим смотрела серию, там она мне напоминает Тэмму. Забыла ее фамилию. Та, у которой хвостики такие по бокам. У этой хвостиков нет, у нее уши по бокам. И серию как раз я смотрела, там был баскетбол, а тут вообще теннис. Ну, понятно, ассоциации Лёли. Так, вот обезьянка. Ее мне дарила Анька. Так, надо как-то ее в камеру всунуть. Ой. Дарила мне ее Анька. Та сама Анька, которая мне дарила много обезьянок. Я ее уже сто лет не видела, даже не представляю, где она есть. И она еще похожа на рисинки такие. На такой воздушный в сахаре рис. Вот этих обезьянок как раз вот те самые. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Мне дарила моя подружка Ирка. Тоже из тех людей, с которыми я уже не общаюсь. Ну, для меня-то она была подружка, для нее-то я без понятия. Мы с ней познакомились, когда мне делали операцию по остановке зрения. Меня на 15 минут ее раньше сделали, когда мне было 13 лет. На меня, как бы на год старше была, есть, наверное, еще, но на деле только на несколько месяцев. Скорпион 83-го года. Меня что-то везет вообще на Скорпионов 83-го года. женского пола. Вот не помню, или я сама покупала, или кто дарил, или опять же Анька. То ли стихлоз, то ли хрусталь. Вообще, гусевский хрустальный завод 24% чего-то там гусь хрустальный. Я помню, Женьке такую сову подарила, гуся хрустального. Сова была как для подвес, а не, подсвечника, она ее использовала, по-моему, как для всяких там подвесок, корячек и прочей хрени. Чисто из-за того, что Женьке нравятся совы. В общем, такая обезьяна. Ну и вот все же я прервалась ненадолго и ходила как раз за этими обезьянками. На самом деле, это отдельные обезьянки, но я их просто, чтобы не потерять, сейчас повесила на одну веревочку. Это вот те, про которых я говорила, что они наценники были как обезьянки. На самом деле, по-моему, это тупак Аллы, мама с детенышем. Ну, раз наценники это были обезьянки, сейчас попробую я их так сделать, приблизить. Вот это стопроцентное серебро, ну, в смысле 925-й пробы, и тут малюсенькие, по-моему, кристаллы фианита. Сейчас увижу. Да, вообще на деле, там, по-моему, два или, нет, три кристалла фианита. Здесь кристаллы фианита и этого самого горного хрусталя, но я, честно, не в курсе, из чего вот это животное, ну, в смысле обезьянка, ее я покупала в Плесе. Обезьянок-то, вот этих я покупала в Угличе, по-моему, или в ювелирном нашем, или в Алмазе в тогдашнем, где у меня скидка 5-процентная была на тот момент. А это я покупала в Плесе, когда ходила на теплоходе, все время забывая, как правильно там ездил, ходил. Да, она у нее с брюшка такое, я, по-моему, ее даже не носила ни разу. В 2014 году она куплена, и, по-моему, это вот, когда мы уже возвращались в обратный путь, мы там дважды заезжали в Плес, первый раз экскурсии, второй раз можно было просто пошляться. И вот на предречном рынке, если так можно сказать, я еще тогда купила серебряную ложечку, не помню, по-моему, я ее кому-то подарила, и у меня была серебряная мышка с какими-то глазами, мышка у меня еще живая, и вот обезьянка. Все это покупала в одном этом ювелирном магазинчике, может оно посеребряное, может еще что-то, но вот она не потемнела, ничего с ней не стало. пытаюсь рассмотреть, видно ли ее так вот это, не сидит она, не хочет она сидеть, ладно, не хочет сидеть, и ладно, ведь сзади еще три обезьянки получается так. Вот эта обезьянка, сейчас я опять ее вот так сделаю, и по-моему, она что-то делает, то ли я в эту сторону крутить, то ли не в эту, нет, наверное, в общем, в какую-то сторону надо покрутить, и что-то с ней будет. А что же с ней будет? В общем, что-то с ней должно быть. О, во-во-во, она переворачиваться должна была. Только я забыла, в какую сторону крутить лапку. По-моему, мне ее тетя моя говорила. Еще обезьянка, вот эту, по-моему, моя тетя привезла тоже из какого-то там путешествия, если не путаю. Но так как Анька меня не смотрит, мы не общаемся, если вдруг это дарила она, то сказать она, соответственно, не сможет. Узнать точнее мы не сможем. Она из чего-то такого сделала, тут шито как-то. Еще одна обезьянка, которая ничего вам не скажет. Ну и последние три, вот эти. Кто-нибудь смотрел сериал Кэнди Кэнди, мой любимый сериал анимешный из детства. Вот кто-то из них Кэнди, а кто-то из них Терри. Терри, конечно, гад еще тот был, но когда они еще по сериалу были, так сказать, парой, и он не собирался ее посылать за какой-то там курицы, я вызвала обезьянок. Кто-то, ну в общем, какую-то мне, по-моему, дарила мамина подруга, какую-то дарила мама, или как-то так. Или наоборот, я покупала, ну кто-то мне, короче, одну из них дарил. Кэнди и Терри. Кэнди с Вайт Энгри. И вот еще одна. У нее там были, кажется, конфетки на багажнике. О, она на велосипедике. Сейчас я как-нибудь ее чтобы видно-то ее было полноценно. Вот она. Вот здесь вот что-то такое было, и как конфетки. И вот тоже вспомнить бы, куда крутить, потому что она должна ехать. О, она чуть-чуть проехала. В общем, вот такие у меня мартышки. Она и к нам чуть-чуть проехала. Если вы осели до конца, то и ладненько. Всем бананового настроения, веселья и тому подобного. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok